Знаете, я как профессионал скажу следующее. СС – это не только казни и расстрелы. СС – это разведка и контрразведка. И мы знаем, что это было что-то типа КГБ СССР, рейхсканцелярия, которая включала и разведку, и контрразведку, и спецназ, и так далее и тому подобное. Но, наверное, Леонид Гозман не так глубоко знает эту тему, потому что в безопасности Германии были подразделения, которые занимались разведкой, контрразведкой, формировали бригады, а были и те, которые осуществляли казни, расстрелы и ведали концлагерями. Конечно, СМЕРШ – это другое подразделение, это в чистом виде военная контрразведка, которая очень близка была по функциям к спецназу. То есть, поэтому, с точки зрения функций, конечно, функции Гестапо значительно были шире, нежели это был СМЕРШ. Поэтому в профессиональном отношении сравнить это неправильно. Другой вопрос, что шла война и обе стороны использовали довольно жесткие методы, потому что это была война не на жизнь, а на смерть, без всяких и кивоков, без всяких кавычек. И, конечно, в случае жестокости и жесткости были с обеих сторон. Но, с другой стороны, конечно, признанные международным сообществом нацисты именно как виновники Второй мировой войны, на них возложена ответственность. Я считаю это правильно. И, наверное, нам будет не совсем корректно сравнивать именно адекватно на одной плоскости, допустим, злодеяния сталинского режима и злодеяния гитлерской клики. Потому что это все-таки международные преступники, которые развязали преступления массовые, масштабные против международного сообщества, которые пытались поработить все международное сообщество. Преступления сталинского режима, они касаются в основном жителей нашей страны. Это все-таки злодеяние из жесточайших диктатур, которое перемололо миллионы советских граждан. Все-таки у нее не было такого международного, ярко выраженного, как у Гитлера, преступного криминального направления. То есть мы, это у нашего внутреннего, да, ужасное, отвратительное, безобразное, преступное, но все-таки это внутренняя политика. Конечно, поэтому сравнение некорректное. Все-таки есть на стороне оппонентов Гозмана, есть международный трибунал в Нюрнберге, который поставил все точки, как говорится, над «и», и там нет никаких сомнений в том, что преступления фашистской Германии значительно более опасны для мира, мировой цивилизации, нежели все те диктатуры, которые существовали в тех или иных странах. Потому что и в Испании была диктатура, и в Италии была диктатура, и в Германии была диктатура, и в Советском Союзе была диктатура, и в ряде азиатских стран тоже были диктатуры. И тот же, допустим, Пол Потт, с точки зрения количества жертв на душу населения, это самые кровавые убийцы всех времен и народов. То есть, по-моему, 30 или 40 процентов населения было уничтожено. Но это все-таки местническое, такого местного пошиба, вот этот кровавый тиран. Он не претендовал на мировое господство. Гитлер это делал, и нацисты это делали. Они совершили преступления в отношении огромного числа стран и национальностей. В этом отношении, конечно, сравнение это некорректно.